Бегусинфо По Украинской оборонпрому Которая показала Факты связи Председателей некоторых Правоохранительных, правоохоронных Структур, как мы привыкли это говорить С теми, кто, собственно говоря Занимался этими оборудками В оборонпроме Это, конечно, не очень Приятная информация И многие связали это уже с тем Что, может, плохо повлиять на рейт Президента, хотя некоторые Эксперты сказали, что, ну, а может и нет Почему, собственно говоря Это же, наверное, и не он это все делал Поэтому вам адресую вопрос Как вы думаете, насколько Подобный скандал может сказаться На рейтинг президента Потому что в преддверии президентских выборов Конечно, говорим о всех Нюансах, влияющих на избирательную кампанию Вы знаете, я думаю Что не не может сказаться А уже сказывается на рейтинге президента Потому что, по сути дела То, что социологические службы Дают президенту второе или третье место Это технологии Технологии? Да, безусловно Настоящий рейтинг президента Это четвертое и пятое место То есть включается админресурс Включаются всевозможные рычаги давления В том числе и финансовые И показывается таким образом Что у президента есть очень хороший шанс Выйти во второе То, чтобы было легче потом Это реализовывать и губернаторам И главам райадминистрации Поэтому в любой нормальной Скажем так, в любой демократической Развитой стране Такой скандал сразу бы повлиял На президентский рейтинг И вообще вплоть до снятия Его кандидатуры с выборов Но у нас, так сказать, все немножко по-другому В этом плане Ну и теперь вчерашнее достаточно Ну такое резонансное заявление Министра внутренних дел Авакова Который напрямую практически Обвинил Ну, я бы так сказала Окружение, правильно Будут сказать, Порошенко В подкупе избирателей И он рассказал вот такую О такой программе, которая называется Турбота Это когда в бюджет В государственный бюджет Заложены деньги, с помощью которых Фактически, де-факто Ведется подкуп Там избирателей Это такая сложная схема Это я вот цитирую Министра внутренних дел Вчера на свободе слова И сегодня все Вот все самосынформации Вышли с таким анонсом Вот В этой связи Как вы считаете Это столкновение между Там Министра внутренних дел И президентом Или это все-таки Что-то более глубинное Которое может там Я не знаю Перерастать и приобретать Какие-то другие формы Я думаю, что да Что это столкновение Между министром внутренних дел И президентом Это в первую очередь Потому что Это противостояние Началось еще Во время премьерства Яценюка Если помните Команда президента Делала все Чтобы Яценюка Так сказать Облить Хотя по сути дела И обливать газию Особо не надо Он так Делал те вещи Как премьер-министр Которые Сами по себе Вскрылись бы Но Безусловно Это был удар И по Авакову Как по представителю Народного фронта Но я считаю Это очень хорошо И полезно В целом Для компании То, что делает Сейчас министр МВД Потому что Денег очень много Сосредоточено В руках Окружения президента И самого президента И подкуп будет Я так предполагаю Будет вестись массово Поэтому Собственно говоря То, что министр Занял такую позицию Это полезно Это правильно И в нормальной Опять же таки Демократической стране Это нормально Я только Знаете Выскажу Наверное Надежду Что Министр МВД Действительно Проявляет Свою гражданскую позицию И свой долг Служебный А не из личных побуждений Потому что Собственно говоря Сети подкупа Существуют Не только у Порошенко История с нацкорпусом Достаточно Ну такая Сложная история С национальным корпусом Который потребовал От Порошенко Посадить в тюрьму Людей Которые связаны Со скандалом В Укроборонпроме Согласно Расследованию Первого очереди Глаковского И достаточно Неожиданные вещи Которые потом Происходили Некоторые Поговаривают И выкладывают Социальную сеть Много видео Когда президент Иногда даже Вынужден ретироваться То есть уйти С своего собственного митинга Чуть ли не убежать Ну наверное да Да Вот как-то оно Не очень это все выглядит Вот Насколько вы считаете Ну тут же Какой факт интересный Что вот Я так понимаю Что национальный корпус Он тоже зарегистрирован Как один из наблюдателей Во время выбора Вообще беспрецедентное количество Организаций Которые зарегистрированы Как наблюдательные Если я не ошибаюсь То национальный корпус Даже как политическая партия Зарегистрирована Ну Просто сам факт Что он зарегистрирован Как организация Национальный корпус СОЗОВ Да Там их разные ветки Да Но когда они зарегистрированы Как наблюдатели Они имеют полное право Присутствовать на избирательных участках Да Как вы считаете Насколько силовой фактор Будет Влиятельным Важным Во время этих выборов Потому что до выборов Осталось всего ничего Да Я уверен Что на этих выборах Это будет очень влиятельный фактор И это с одной стороны И хорошо И плохо Давайте разберемся Почему это хорошо Да Давайте Потому что смотрите Хорошо Потому что Чиновники И представители власти Будут бояться Фальсифицировать выборы В пользу действующего президента Но это также плохо Потому что Если никто не будет контролировать Этих молодчиков То они тоже могут Фальсифицировать В ту или иную сторону Которую Скажем Но Предугадать вообще Очень сложно Так как У нас корпуса Нет представителя Которого идет в президенты И народный фронт Не выдвинул Своего кандидата Президента Поэтому Как будет Эта сила использована Это очень важный момент Но то Что Это фактор Очень сильный И которого опасаются Действующая администрация И прокуратура И СБУ Что им не дадут Воплощать свои схемы На местах Это тоже факт Поэтому Вот это С этих сторон Это и хорошо И плохо Накаляются Серьезные взаимоотношения Между основными Кандидатами Но к основным Я бы наверное Все-таки отнесла Которые борются Друг с другом Я бы наверное Отнесла все-таки Юлию Тимошенко И Петра Порошенко Вот Вчера Во время Свобода слова Прозвучала Очень интересная информация О том Что 5000 повесток На допросы От СБУ Получили представители Члены избирательных комиссий От Юлии Тимошенко Вот 5000 повесток На допросы От СБУ Это Какой-то Ноу-хау Просто в истории Украины Вы не находите Да Но я думаю Что нужно еще Дождаться Какого-то Официального подтверждения Этой информации Все-таки Юлия Вадимовна Как народный депутат Имеет право Дать запросы И потом Показать официальную Информацию От того же СБУ Да Но в принципе Я бы не исключал СБУ заявляла об этом Они сами заявляли об этом Да Ну тогда я думаю Что Ну вот вам Факторы давления Почему например В этой связи Я рассматриваю Позитивный фактор Того же Азова И других структур Которые могут Там защищать Результаты выборов Волеявления Настоящего А не сфальсифицированного Это конечно Беспрецедентная история То что вы сейчас назвали Потому что Мне вообще странно Такое поведение Команды президента Ведь Сегодня уже понятно Что Ну С моей субъективной точки зрения Понятно Что основным оппонентам В случае Если Порошенко Выйдет во второй тур Будет не Тимошенко А Зеленский Поэтому Мне вот Непонятно Почему Они-то Друг с другом Так поют Да Юлия Владимировна Тоже делала заявление Что это такое Прям Пророчество Уже всем понятно Что во второй тур Выхожу я и Порошенко Наверное потому что Порошенко и гораздо удобнее Как оппонент И уже все Уже видят себя В втором туре Но я думаю Что мы увидим 31 марта Большой сюрприз Ну давайте тогда Пройдемся По основным кандидатам Которые Сейчас Представлены Скажу Давайте посмотрим На первые там Три-четыре Ну может быть даже Первых три Которые реально Сейчас имеют шанс Войти во второй тур Давайте немножко Разберемся Можете начать С кого вам угодно Давайте начнем С того Кто показывает Сейчас первую позицию Уже длительное время Это Зеленский Ну длительное время Давайте все-таки Обозначим Вот это очень Интересная формулировка И не будем все-таки Отступать от нее Потому что Длительное время Начинается с января Сегодня у нас Март То есть это вот Там сколько Два Вот месяц Полтора Ну до этого Когда он заявил о том Что он будет участвовать В выборах Он постоянно входил В двойку В тройку Поэтому собственно говоря Я поэтому и говорю Что в топах Он уже Ну вы сказали о лидере Поэтому я поправила Что лидером он является Полтора месяца Да Это вот важный Все-таки нюанс Но тем не менее Все социологические институты Дают ему первое место То есть это же Или с тем или иным отрывом Я думаю Это очень интересный момент Потому что Я бы не рассматривал Тут Зеленского Как какой-то знаете Как панацею Как какой-то культ личности Скорее всего Это протест Протест людей Которые знаете Устали Между выбором Между Порошенко и Тимошенко Между Тимошенко и Януковичем Помните Как было Между Ющенко и Януковичем Поэтому люди хотят Новые лица И собственно говоря Здесь Сыграл фактор известности Человека Да То что он действительно Очень популярный И не только в нашей стране И я думаю Что это просто Форма некого протеста Всем остальным Старым элитам Вот Если говорить Второе Третье место Которое сейчас То Тимошенко То Порошенко Получает По очереди Ну Знаете Это уже Старожилы Скажем так Украинской политики Поэтому Мне кажется Что В принципе Обои Достаточно Коррупционные Достаточно Замешанные В тех или иных Скандалах Я думаю Кстати За счет этого Рейтинг Зеленского И растет Потому что Есть определенное Отношение К этим кандидатам Почему вы считаете Обои коррупционными? Ну Потому что Давайте конкретно Разберем Что Что конкретно Каждому из кандидатов Сейчас Свежая Скандал В Минобороне Золотковским Синарчуком Это же Прямая вертикаль Президента Назначение Президента И так Офшоры Это и доказано Пока еще Это в процессе следствия Скандал Это уже Набирает обороты Нет Это если В принципе Если Порошенко Останется при власти Доказано Это и не будет Наоборот Оправдает Вот То что касается Юлии Владимировны То это Вы помните Всегда Эти газовые Скандалы Скандалы Контрактов По которым На нее было Возбуждено Головное дело За которое Ну Это же Очень важный нюанс Поэтому я Почему вас спросила Потому что Если вы говорите О газовых контрактах То вы прекрасно понимаете Что газовые контракты Являются документом И уж точно не являются Коррупционной схемой Непонятно Почему вы это Сводите к коррупционной схеме Нет Ну Послушайте Ну является Не является Но почему тогда Было уголовное дело И был тюремный срок Ну понятно Почему вот нам то понятно Почему вам еще нет Вам еще не понятно То есть вы считаете Что Виктор Янукович Справедливо Посадил Юлию Тимошенко Весь мир считал Это политическим преследованием А вы считаете Возьмите заявление Того же Гройсмана Яценюка Которые После того Как Юлия Вадимовна Стала их Политическим оппонентом Которые говорят Что это было Правильное решение Она сидела за эти дела Потому что там Коррупция И там Хищение То есть вы полагаете Своё мнение Называете Тимошенко Коррупционеркой Такой же как Порошенко Потому что Гройсмана говорила В любом случае Шлейф тянется еще Со времен Лазаренко И там Хватает таких Знаете Склетов в шкафу Которые уже в принципе Ну Сформировали определенное мнение Поэтому я просто Привожу параллели Что да Вот и Порошенко И Тимошенко Это уже Ну настолько Знакомые Украинскому Избирателю Персонажи И в принципе Появление Третьей фигуры Которая является Все еще неизвестным И не запятненным В политике Поэтому и Продуцирует Высокий вероятен Того же Зеленского Вот это я просто Проживаю Я ничего не утверждаю И как бы Давайте немножко Поговорим об этом Потому что Вот новые лица И вы очень интересно Сказали Новый человек в политике Но ведь Господин Зеленский При всем уважении К нему Не является Никаким новым человеком В политике Он вообще Не является Он вообще Не в политике Давайте начнем с этого Мы не в политике Сейчас уже в политике Ну и сейчас не в политике Сейчас он просто В избирательной кампании Потому что быть в политике В избирательной кампании Это наверное разные вещи Вы мне как политтехнолог Скажите Ну это Потому что политика Это наверное все таки Процесс Да тоже какой-то Более длительный Чем избирательная кампания Скажем так Он сделал старт Громкий старт в политике То есть действительно Он уже вошел В избирательную кампанию И он уже присутствует В этих лет Значит он уже зашел в политику То что у него пока что что еще нет опыта и нету навычек, это еще ни о чем не говорит. Я думаю, что он научится. Но он уже в политике, я так считаю. То есть вы считаете, что... То есть ваш прогноз, что Зеленский выходит во второй тур? Безусловно. Почему вы так считаете? Потому что вот некоторые социологи, например, предполагают, они глубже начинают делать замеры и считают, что количество людей, которые готовы проголосовать и прийти на избирательные участки от количества людей, которые сейчас выступают за Зеленского, это несопоставимо разные вещи. Да, ну вот, например, недавно читал высказывание того же очень уважаемого политолога Владимира Фисенко, который говорил, что у Зеленского уже есть свое ярко выраженное электоральное ядро. И здесь он прав, потому что идет постоянная работа с электоратом, идет накачка, что молодые люди, вы должны прийти и должны проголосовать. Потому что сказать в бюллетне, что вы за Зеленского, это одно дело, а прийти и проголосовать, это совсем другое. Если вы не придете, то у нас нашу победу украдут. Что такое электоральное ядро тогда к вам? Ну, это, знаете, это как пул приверженцев, которые вот видят, голосуют за ту или иную партию, за того или иного политика. Вот это как бы, вот если вот у Юлии Тимошенко там тоже уже там на протяжении лиричного времени есть свое четкое электоральное ядро, там в размере 10%, и оно всегда было, а вокруг этого ядра уже можно, так сказать, увеличивать общий электорат, который скажет, да, пойду и проголосую, потому что там вот не за кого, или там потому что хочу. Но именно то, что касается электоральным ядром, это уже очень хороший показатель для любого политика. Даже если там 2-3%, а потом вокруг этого все равно можно наращивать. Ну, теперь давайте пойдемте, пойдем немножко дальше. Как вы считаете, насколько влияние наших западных партнеров, насколько влияние России может быть существенно на этих выборах, как они влияют, как расставляют свои кандидатуры, не оставляют, делают ставки на кого-то или нет, по вашим оцентам? Ну, безусловно, сейчас в Украине влияние западных партнеров, оно как бы более весомое, чем той же России, хотя влияние России будет всегда присутствовать, особенно на юго-востоке страны, поэтому этот фактор будет тоже иметь какое-то постоянное весомое слово. Но фактор, прежде всего, наверное, Соединенных Штатов Америки, он тоже будет очень, он будет, наверное, самым весомым и самым мощным в процессе признания или непризнания результатов выборов. Поэтому вот этот фактор, он тоже очень важный, поэтому все бегают в консульство, в посольство американское, там можно встретить очень многих политиков постоянно, которые приходят на консультации, на пообщаться, на кофе, на чай. И я думаю, что, безусловно, американцы тоже понимают для себя несколько сценариев, которые могут быть. Судьба белосинего блока, там же очень интересно развивать события, давайте немножко разберемся, что там происходит. Там происходит, вы знаете, по моим наблюдениям, произошла одна очень простая вещь. То есть главный акционер того, что было единым оппозиционным блоком, Ренат Ахметов, безусловно, заинтересован, как бизнесмен, я понимаю, он как логика предприниматель для него, он налавил полностью деловые контакты с этой властью, именно с Порошенковской вертикалью, он выстроил всю систему работы, ему, безусловно, было выгодно, чтобы Порошенко остался при власти. Поэтому оттягивали вопрос выдвижения Бойко в президенты, пытались это на какой-то праймерис перевести, хотя какой праймерис здесь у человека и так был самый высокий рейтинг. И после того, как Бойко здесь сделал шаг в сторону, на сближение с Рабиновичем, объединились и там еще и Медведчук в команде, и Левочки, и много таких политиков. Собственно говоря, это так серьезно спутало карты Ренату Леонидовичу, и нужно было принимать решение, чтобы это электоральное ядро разломать, потому что, если вы помните, будем это называть условно, да, электоральное ядро бывшей партии регионов, оно было самое большое и самое многочисленное, и самое, кстати говоря, дисциплинированное. С учетом оккупированных сейчас территорий, это ведь немаловажное замечание. Да, да, и переселенцы, переселенцы, которые, в принципе, тоже там же голосовали за Белосиния. Разве переселенцы голосовали за Белосиния? Я более чем в этом уверен. Почему? Поимеете в виду переселенцев в Донбасс? Да. Да, я в этом уверен. А они голосовали? Ну, посмотрите, там 90-80%, 90 с чем-то процентов, там показатели были такие. Может, где-то это чуть-чуть докручено, но, тем не менее, в большинстве своем они голосовали за Белосиния. Но это же было до войны или когда? Вот вы сейчас говорите, 98% это людей, которые проживали на Донбассе до войны. Вы это же говорите или нет? Да, да. Ну, так, а ведь после войны переселенцев очень многих было другое отношение к Белосиним. Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, скорее всего, не в целом к Белосиним, а к отдельным персоналям. Наверное, больше негатив получает Янукович от людей на Донбассе, а потом уже там все остальные персонали. Но я не думаю, что это в целом именно о партии. Так вот, продолжая дальше, тему Белосинего лагеря. Мне абсолютно непонятно вот это последнее действие объединения Мураева с Вилкулом, когда человек, имея более высокий рейтинг, объединяется с тем, у которого более низкий рейтинг. Чем вы это объясняете для себя? Ну, я думаю, что какими-то политическими и, возможно, финансовыми преференциями для господина Мураева. Потому что, во-первых, вот смотрите, вот было 3-4 процента, и мы показывали социологи, да? Это уже те люди, которые верили в него и верили в проект «Наши», который он создал. И, в принципе, таким ходом никому не... Вот чем отличается объединение Рабиновича с Бойко от Мураева с Вилкулом, да? Рабинович до выборов, до всех выборов, он вообще объяснил, он сделал очень грамотную позицию, я считаю. Он сказал, ребят, я вообще иудей, поверь, я не знаю, как я могу вам рассказывать о том, о православных этих всех моментах. Вот у нас есть кандидат, которого я поддерживаю, которому я готов помогать. Здесь фактически за месяц, еще раз объясняю, тот кандидат, который имеет более высокий рейтинг, идет под того, у кого рейтинг 1,5 процента, там, еле-еле до 2 доходит, я говорю о Вилкуле. И таким образом, таким образом Мураев предает свой электорат, которые действительно поверили в него, поверили в то, что вот партия наша, это тоже такой, ну такой, скажем, восточный, не, скажем так, белосиний Зеленский. Ну подождите, тоже есть другая, ну вот вам, как политтехнологу, если на 10 шагов вперед, ну очевидно, что на президентских выборах они не игроки, вот не первой лиги, да? Но если они не игроки в первой лиге, то тогда стоит вопрос о парламентских выборах. Ну да. И может быть, с этой точки зрения такое объединение более жизнеспособно, потому что оно поможет аккумулировать и финансы, и ресурсы, и все прочее, или нет? Финансы, да, финансы и ресурсы, да, но я объясню, почему, в чем здесь есть большая опасность, да? То есть все те, кто были готовы голосовать за партию наш, электорат, да, то есть они видели как раз в Мураеве какое-то, что-то новое, тут новое, да, Вилкул это уже представитель прошлой власти, он не очень интересен. И таким своим шагом, то есть Мураев показал, что он вообще ни с кем не будет советоваться, не будет слушать ничьи мнения, просто они кулуарно договорились тихонько, вышли на пресс-конференцию, он объявил поддержку, да, он действительно говорит, что мы будем объединять ресурсы, мы будем объединять наши усилия, штабы, чтобы двигаться, но а почему раньше это было не сделать? Почему везде висели Борды, Мураев, наш президент, не отдадим нашу землю, наши эти все, если бы вы понимали, что вы не игроки, я понимаю, было бы более логично, если бы Вилкул объединился под Мураева, потому что человек с более низкими вратами, представляете, чтобы там Гриценко или Садовой снялся под Добродомова, например, а потом Добродомова сказал, я иду с Гриценко, ну как бы это же вообще вещи такие немножко странные, это как, вы знаете, это как национальный праймарис, то есть электоральные симпатии прежде всего, и тот, кто имеет рейтинг выше, должен принимать тех, у кого рейтинг ниже, а тут ситуация абсолютно комичная, и мне кажется, что электорат Мураева очень разочарован, я почему-то думаю, что на парламентских выборах как раз этим воспользуется АПЦ «На платформа за житие». А вот насколько Зеленский отбирает электорат у Белосинего лагеря? Я думаю, что есть такая тенденция, я общался с несколькими социологами, у него действительно хорошие показатели, Одесская область, Николаевская область, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, то есть он везде там в тройке лидеров, иногда даже первый, поэтому, ну так, это то, что я общался с социологами, и то, что в принципе публично показывают социологи, то первое, то второе место, поэтому думаю, что отбирает тоже прилично. И это опять же такие, наверное, определенная деморализация вот этого электората Белосинего, потому что есть сейчас два лагеря, да, это там Бойко Рабинович и Вилку Мураев, которые, в принципе, понимают, что, например, своим поступком Вилку и Мураев таким образом делают невозможность попадания во второй тур Бойко, и они голосуют за того, кто точно попадет во второй тур, это Зеленский. Ну и давайте поговорим следующее объединение, это, конечно, вот Садовой снялся, собственно говоря, под Гриценко, да, чтобы Гриценко мог там, наверное, нарастить несколько своих процентов, но сильно он там проценты не нарастил, совсем немного, да, вчерашние опросы показали рейтинга. Как вы считаете, какие перспективы у Анатолия Гриценко? Я думаю, что фракция в парламенте у него, это вполне реально, вполне реально, учитывая на фоне всех вот этих объединительных процессов и якобы собирания такого вот демократического оранжевого электората. Я думаю, что да, что парламент, я думаю, что такая цель и ставится основная. То есть он понимает, что он не боец, что он не выдержит этого, игрив долгую президентскую кампанию. Я думаю, что ставка делается на то, чтобы пройти в парламент и уже там торговаться за какие-то коалиционные договоренности. Все зависит от того, кто будет президентом в нашей стране. Поэтому, я думаю, если говорить о планах этих политиков, мне тоже не совсем понятна позиция Садового, если честно. Почему? Потому что ему предлагали это объединение вначале. Понимаете, то есть есть определенный разрыв вот этого электорального пласта. Если ты до выборов, до старта кампании четко объявляешь, что мы идем с этим кандидатом и мы победим, это одна позиция. А другая позиция, когда ты видишь, что ты не набираешь нормальный процент, набираешь совсем мало, и ты уже в результате этого снимаешься. Вот это тоже, это людей немножко деморализует, которые думали, о, вот так он наш кандидат, мы будем голосовать, а он, оказывается, ни кандидат и никуда не идет. Ну, кроме перечисленных уже кандидатов, у нас же там еще, слава богу, я уж не знаю, сколько там, 35 еще плюс, да? 4, 39 всего всего, то есть 4 мы там плюс-минус проанализировали, ну, может быть, ну, еще 30, давайте так скажем. Что будет с другими 30 кандидатами, которые вдруг ворвались, так как ветер практически, в эту избирательную кампанию, и, ну, некоторые не как ветер, некоторые там с другими целями, вот, что с ними-то будет? Я думаю, что, смотря кого брать, например, если взять того же Шевченко, который возглавляет партию Круп, вот, я думаю, что во втором туре он сделает все, чтобы поддержать Зеленского, чтобы его структуры партийные поддержали Зеленского, потому что он очень уж сильно оппонирует Порошенко. Получится, своя фракция или не получится, не знаю, хотя у них ресурс хороший, у них очень хорошие траты на рекламу, на работу штабов, у них неплохо структурирована партия. Вы о Зеленском сейчас говорите или об Укропе? Нет, я говорю об Укропе сейчас. Мне очень интересно наблюдать, хоть это, наверное, многие не замечают, да, но очень интересно, мы посмотрим по результатам этого голосования, что все-таки будет с ректоратом «Социалистов». Сумеет ли Кива, да, все-таки забрать на себя вот это вот одеяло и идти вперед, потому что он сегодня очень медийный. Он медийный, он забрал под себя громадную часть структуры социалистов, Сан Саныча Мороза, хотя и Сан Саныч Мороз идет на эти выборы. Но у них обязательно одинаковые проценты поддержки, правда? Ну, я думаю, что посмотрим. Вы знаете, если будет хотя бы у Кива в районе 2-2,5%, то он имеет все шансы набрать до маленькой фракции и провести социалистов в парламент, в отличие от того же Каплина, который является членом фракции БПП и при этом от себя тоже пытается ассоциировать с социалистами. Вот, кто там еще у нас? Ну, это, наверное, такие самые интересные. Кто там остальных? Я, честно говоря, вообще... Ну, а нет, ну, мне еще непонятно пока что роль Тарута в этом всем вопросе. То есть он очень много денег вкладывает в компанию. Он действительно очень медийный. Он все делает для того, чтобы его видели. Он стал уже запоминающимся, узнаваемым. Но пока что-то его рейтинг стоит на месте. Ну, и, наверное, последний вопрос. В преддверии выборов ваши, ну, если хотите сказать, ожидания, опасения, что вот на этом этапе вам кажется важным учесть, на что обратить внимание, что предотвратить вы как политтехнолог? Самое главное – это, конечно, чтобы члены комиссии и наблюдатели качественно выполняли свою работу. Потому что результаты, они уже будут известны буквально в первые часы. То есть уже будут сбрасываться протоколы, уже люди будут видеть, кто сколько набрал, уже будет примерная картинка. То есть вы имеете в виду параллельный подсчет? Да, параллельный подсчет, безусловно, да. Если эта картинка будет очень сильно искажена, то это уже понятно, что это были фальсификации, это был администресурс, это было давление. И я думаю, что у меня что-то есть такое предчувствие, что если это будет сделано в пользу действующего президента, я думаю, что страну ждут потрясения. Алексей, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня у нас в гостях. Я хочу напомнить, что Алексей Вороненко был сегодня гостем прямого эфира на Украл и ФТВ. А вы оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем прямые эфиры. Субтитры подогнал «Симон»!